Дома молодёжи Подростково-молодёжный клуб волонтёров «Вольный» ведёт масштабную работу, развивает идею добровольческого труда на благо общества и привлекает молодёжь к решению социально значимых проблем. Клуб с ярким названием «Апельсин» также ведёт активную досуговую деятельность. Активисты клуба принимают участие в волонтёрском сопровождении спортивных и культурно-массовых мероприятий. В подростково-молодёжном клубе «Рокси» воспитанников обучают современным танцам, хип-хопу и брейк-дансам. Также клуб направлен на развитие таких молодёжных направлений, как граффити, рэп и битбокс. Основным направлением работы подростково-молодёжного клуба «Смайл» является развитие КВН-движения в Выборгском районе, выявление яркой и талантливой молодёжи. Также на базе клуба развивается, безусловно, пользующийся популярностью проект «Школа ведущих», где каждый желающий может получить навыки ораторского искусства и сценической речи. Для смелых и активных подростков на базе «Дома молодёжи» работает подростково-молодёжный клуб «Фристайл Спорт». Деятельность клуба – экстремальные виды спорта. Паркур, футбол-фристайл, фристайл-смунчак. Подростково-молодёжный клуб «Музыкальный центр» объединяет творческих личностей. Деятельность клуба – организация содержательного досуга молодёжи, занимающейся музыкальным творчеством. Подростково-молодёжный клуб «Ровесник» – это клуб по месту жительства. В клубе ребята общаются, занимаются творчеством и спортом, играют в игры, получают консультации психологов. Подростково-молодёжный клуб «Открытая дверь» помогает подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Клуб предлагает дружеское общение, организованный досуг, игры, чаепитие, обучение игре на гитаре и множество других увлекательных мероприятий. Летом 2014 года в Доме молодёжи открылся новый клуб – клуб молодой семьи «Ясень». «Ясень» собирает в своих стенах молодые семьи с малышами в возрасте от 1 до 3 лет. Это организованный совместный досуг малыша и мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком. А осенью 2014 года открылся ещё один новый клуб – «Патриот». Воспитанники клуба изучают отечественную войсковую традицию, историю страны, историю Выборгского района, организовывают патриотические мероприятия, ходят в походы. Немалую роль в развитии молодёжной политики в Выборгском районе вносит Молодёжный совет при главе администрации муниципального образования «Выборгский район». Члены совета ведут масштабную проектную деятельность, организовывают и реализуют различные мероприятия на территории Выборгского района. В 2014 году отделом молодёжной политики администрации Выборгского района, муниципальным автономным учреждением Дома молодёжи и Молодёжным советом при главе администрации Выборгского района организовано и проведено более 300 мероприятий разной направленности. Большое внимание уделяется мероприятиям по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи и работе с ветеранами. Творческие встречи, посвящённые дню снятия блокады Ленинграда и Дню Победы, уроки мужества с ветеранами Великой Отечественной войны и Афганистана, акция «Георгиевская ленточка», а также оказание адресной волонтёрской помощи ветеранам – всё это не оставляет равнодушными поколениями людей, перенесших на своих плечах все тяготы войны. 9 мая 2014 года в Выборгском районе впервые была проведена всероссийская акция «Бессмертный полк». Более 500 жителей города прошли отдельные колонны в Параде Победы с портретами своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. А в преддверии Дня народного единства активисты Дома молодёжи и жители города вышли на Красную площадь, чтобы спеть гимн Российской Федерации. Одно из приоритетных направлений молодёжной политики Выборгского района – добровольчество. Активисты клуба «Вольный» и члены Молодёжного совета сотрудничают и оказывают помощь областной ортопедо-туберкулёзной больнице и комплексному центру социального обслуживания населения Выборг. Подростки проводят тематические праздники, мини-спектакли и интерактивные мероприятия для детей. Воспитанники Дома молодёжи активно участвуют в областных и межрегиональных проектах и мероприятиях. Так, ребята из клуба «Апельсин» и «Вольный» в течение года принимали участие в проекте «Открытая сцена», направленном на привлечение внимания молодёжи к проблемам наркомании, алкоголизма и курения. Воспитанники этих клубов уже не раз удостаивались чести реализовывать волонтёрские сопровождения мероприятий международного и всероссийского масштаба. Так, в 2014 году волонтёры работали на фестивале российского кино «Окно в Европу» Международном первенстве по рукопашному бою, Дне города Выборга и Выборгского района и других крупных мероприятий. С целью озеленения и благоустройства города Выборга ежегодно летом проводится работа по трудоустройству подростков. В летний период 2014 года на базе Дома молодёжи было трудоустроено 460 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Нельзя обойти вниманием и культурно-массовые мероприятия для молодёжи, проходившие в Выборгском районе в 2014 году. В сезоне 2014 года межрегиональном чемпионате КВН среди команд студенческой и работающей молодёжи Ленинградской области сборная команда Выборгского района «Будильник» выступила блестяще, чем и заслужила путёвку на международный фестиваль КВН в Греции. Областной фестиваль «Мы вместе», который по доброй традиции уже несколько лет подряд проводится в Выборге и в этом году стал самым ожидаемым событием для всех воспитанников подростково-молодёжных клубов. В этом году звание лучшего клуба Ленинградской области и Гран-при фестивале был достоин клуб «Апельсин» Дома молодёжи. Любимым мероприятием студентов является студенческий туристический слёт, ежегодно проходящий в мае на базе лагеря «Волна». Здесь молодые люди соревнуются в творчестве, смекалке и физической выносливости, проще говоря, весело и интересно проводят время. А для тех, кто хотел попробовать себя в нестандартных видах спорта и творчества, проходит районный фестиваль «Сделай жизнь ярче» в рамках областной акции «Неделя здоровья». День города Выборга и Выборгского района и День молодёжи, как и в предыдущие годы, прошли незабываемо и ярко. Многообразие мероприятий и площадок, на которых молодёжь смогла проявить себя, действительно многогранны. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Так в конце 2014 года стартовал новый проект «Молодёжная политика с нуля», направленный на систематизацию работы органов молодёжного самоуправления в городских и сельских поселениях Выборгского района. И проект уже дал свои плоды. И в крупных посёлках, и в отдалённых уголках Выборгского района буквально закипела работа. Проводятся акции, появляются новые идеи, реализуются проекты. Прошёл ещё один год плодотворной работы. Но в будущем у нас много планов и идей. Впереди новые вершины и горизонты, которые мы готовы покорять вместе с Вами. Редактор субтитров А.Сёмкин